Дорогие коллеги, рад вас видеть на очередном семинаре «Цифровая среда», который проводит Институт цифровых гуманитарных исследований Сибирского федерального университета. И сегодня у нас с докладом выступит Анастасия Владимировна Колмогорова, заведующая кафедрой романских языков и прикладной лингвистики Сибирского федерального университета. Спасибо большое, Анастасия Владимировна, за ваше согласие. И по традиции, для того, чтобы дискуссия начиналась живо, бодро и дружно, у нас есть дискутантка, и ей любезно согласилась быть Татьяна Юрьевна Шерстинова, академический руководитель образовательной программы «Филология» в Санкт-Петербургской высшей школе экономики. Спасибо большое, Татьяна Юрьевна, рада вас здесь видеть. И передаю слово Анастасии Владимировне. Пожалуйста. Спасибо большое, уважаемые коллеги, уважаемый Андрей Юрьевич, за приглашение. Я сегодня расскажу о проекте, но частично вот наш дорогой дискуссант Татьяна Юрьевна знакома с этим проектом. Он закончился, но получил продолжение. И вот я расскажу сегодня немножко про начало, так сказать, предыстории и расскажу о продолжении того, что получилось. По сути дела, он на стыке находится компьютерной лингвистики и психолингвистики. В общем, сейчас я расшарю презентацию. В рамках проекта РФФИ, который выполнялся с 2019 по 2021 год, мы работали над созданием классификатора русскоязычных интернет-текстов по критерию их эмоциональной тональности. Ну вот на основе модели эмоций Куплевхейма. Немножку дальше расскажу, что, в общем, это одна из моделей, возможных для описания эмоций. Мы ее взяли в качестве такого концептуального базиса. Ну и мы работали в течение трех лет. Классификатор получился. Все технические отчеты мы сдали. Ну вот руки в хорошем смысле чесали сделать что-то дальше. И поскольку в силу других каких-то проектов мы были включены в тематику билингвизма, то задались вопросом, а вот классификатор, который был разработан, ну, собственно говоря, на материале оценки данной монолингвами, информантами, которые выступали в роли аннотаторов, будет ли он, ну, релевантен или также адекватен для билинговых. И мы взяли кейс со стувенско-русскими билингвами. Ну вот расскажу немножко по порядку. Ну вот команда проекта все та же, которая работала над предыдущим, все те же замечательные лица. Александр Калинин возглавляет отдел машинного обучения в одной крупной IT-компании. Любовь и Маргарита – программисты. И вот мы с Алиной – лингвисты, составляем лингвистическую часть этой компании. Значит, вот немножко предыстория о том, как мы начали заниматься этим классификатором. То есть мы начали работать в рамках парадигмы, сейчас достаточно известных, аффективных вычислений и занялись эмоциональным анализом текстов. То есть вот наша задача, задача вообще исследования выполняемых в рамках эмоционального анализа текстов – это выявить не просто сантиментом, отрицательное, негативное отношение к обсуждаемому предмету в тексте, но выявить конкретную эмоцию, которая актуализируется в тех или иных частях текста. Существует на сегодняшний момент в этом довольно молодом направлении два основных подхода – это дискретный и многомерный. В рамках дискретного текста просто приписывается, ну, скажем, класс, что вот гирочка такая, да, мы ее повесим, это радостный текст, это грустный текст, это еще какой-то текст. В рамках многомерного подхода, который по определению более сложен, текст помещается в такой эмоциональный континуум и может одновременно принадлежать по чуть-чуть разным классам. Ну, вот здесь на картиночке я привожу примеры знаменитое колесо пульчика или шесть базовых эмоций Экмана. Вот это примеры дискретной классификации, то есть здесь мы вот в один из классов, в одной из категорий помещаем какой-то текст, который мы рассматриваем и вот приписываем, атрибутируем его определенной эмоцией. Мы выбрали путь недискретной, многоклассовой такой разметки, многомерной точнее. В рамках многомерного анализа эмоций используются вот такие трехмерные модели. Ну, самая известная модель – это вейд-модель, то есть здесь три измерения куба, они соответствуют, ну, доминанс, да, значит, это либо отрицательная, скажем, окрашенная эмоция, либо положительная, эроза, возбуждение. И в рамках вот этих трех измерений помещаются, авторами модели помещаются базовые эмоции. Ну, вот здесь видим, жой, эмбры, дисгаст и так далее. Мы взяли аналогичную модель, но, может быть, менее известную, поскольку она позже появилась. В 2012 году шведский нейрофизиолог Лёвхи предложил вот такая у него яркая идея, была фундированная в экспериментах по физиологии, что те эмоции, которые мы испытываем, они зависят от того, в каком сочетании, в каком соотношении находятся три нейротрансмиттера или три гормона. Это норадреналин, депамин и серотонин. В какой пропорции они выбрасываются, формируются в амигдаре головного мозга. От этого будет зависеть эмоция, которую мы испытываем. Мы взяли эту модель исключительно как концептуальную основу. Мы не измеряли ни гормонами, не работали ни с какими физиологическими, нейрофизиологическими инструментарием. Но нас заинтересовала именно эта трехмерность и эта возможность моделирования эмоций вот в таком пространстве. В качестве датасета мы взяли посты в трех пабликах ВКонтакте. Это «Карамель», преимущественно женский паблик «Подслушанок», который, я думаю, что знают практически все. Такой очень востребованный, очень популярный, очень многочисленный паблик. И палата номер шесть. В этих пабликах что нас привлекло? С одной стороны, была техническая такая, технический задел, который импонировал тексты размером 80-100 слов. Для обработки машинной это очень такой удобный формат, вполне подъемный, так сказать, по объему текст. С другой стороны, это уникальный ресурс, где сложился такой определенный жанр текстов. Мы их назвали «Эмоциональный интернет-откровение», потому что в этих пабликах будет как бы сама цель коммуникации – рассказать какую-то жуткую эмоциональную историю. Причем даже, может быть, на взгляд внешнего, пришлого в этот паблик интернет-пользователя, где-то эмоции выражены гипертрофированно. Но, в общем-то, у нас создалось впечатление, что это то, что нам нужно, чтобы эмоции были разнообразные, они были яркие, в небольшом объеме, но и представлены по разным тематикам. Этот датасет первичный, такая преселекция, у нас была сделана по хэштегам. Сначала мы хэштеги, здесь вы видите несколько примеров. Например, для грусти и тоски мы подобрали хэштег «подслушано», нижнее подчеркивание «одиночество», ну и так далее. Интерес, воодушевление, подслушано, успех. Ну, вот здесь в таблице отображены уже лучшие, так сказать, хэштеги. Первоначально их было много больше, мы их сначала сами отобрали, а потом проверили в психолингвистическом эксперименте. Когда 30 было у нас информантов, наших студентов, мы им предложили соотнести текст с предложенными разнообразными хэштегами. Ну, и смотрели процент попадания, собственно, в то, что мы видели в хэштегировании. Ну, и вот такие самые релевантные хэштеги в итоге были использованы для того, чтобы автоматически выкачать под этими хэштегами тексты. При селекции у нас осталось 15 тысяч текстов, и потом из них рандомно мы выбрали по 490 для каждой эмоции. Ну, вот 8 базовых эмоций, если мы к кубику вернемся, вот они здесь, значит, в зависимости от сочетания этих моноанимов. Это сильно норадреналиновая эмоция, гнев, грусть, дальше стыд, дальше отвращение, радость и воодушевление, и удивление, и страх. 8 основных эмоций, которые, согласно этой модели, формируют вершины куба. И с ними мы, собственно говоря, и работали. И затем использовали этот куб для разметки. Когда стал вопрос о том, как нам размечать нашу выборку, то есть у нас там получилось около 4 тысяч текстов, которые мы думали, что мы предложим для разметки нашим информантам, ну, то есть мы их называли асессорами. Возник вопрос об интерфейсе. Если мы хотим получить не дискретную разметку, чтобы нам информанты где-то этот свой текст поместили внутри куба, значит, мы не можем им предложить какие-то выборы уже конечные. Мы должны какую-то предоставить шкалу и свободу для маневра. Вот это слайдер, да, чтобы ползунок можно было передвигать. В итоге мы такой интерфейс разработали. Ну, и самая главная была проблема, какие шкалы предложить. И вот наши магистранты, которые слушали у нас курс прикладной лингвистики, высказали такую идею, что давайте возьмем внутренние диагонали этого куба. По сути дела, здесь, если мы возьмем, проведем внутреннюю диагональ между дистресс и enjoyment, то у нас получится, в общем, достаточно противоположное по всем параметрам эмоции. И вот нулевая точка, середина этой диагонали, это будет точка 0 эмоций. И вот две, так сказать, два полюса, две экстремальные точки. Информантам предлагался в итоге текст. Все это происходило на Толоке, где были ангажированы 2000 информантов, 2000 асессоров. Люди, которые зарегистрированы на этой краудсорсинговой платформе, они этим, в общем, зарабатывают на жизни или проводят весело время. Но, в общем, как мы знаем, на Толоке или на Толоке, в общем, по-разному называют, у исполнителей есть свой рейтинг. Заказчики затем оценивают качество выполненных работ. Но вот мы отобрали с хорошим рейтингом исполнителей, чтобы они вот относились к такому хорошему процентилю. И предложили им это задание, которое они выполняли за определенное финансовое вознаграждение. Таким образом, информанту предлагался текст, он появлялся на экране. Рядом появлялись четыре шкалы. Вы их видите тоже на экране. Первое – стыд, воодушевление. Мы перевели на русский язык. Дальше – отвращение, гнев, страх, удивление, удовольствие, тоска или грусть. Но потом тоску отбросили, оставили только грусть. И ставилась задача переместить. Вы прочитаете текст, подумайте, какая эмоция выражена в этом тексте. Если вот их может быть несколько. И переместите слайдер на этой шкале. Нулевая точка – это значит, здесь нет никакой эмоции из представленных на шкале. Если вы сдвигаете от нуля влево, соответственно, вы здесь чувствуете стыд. От нуля вправо вы чувствуете воодушевление. И таким образом расставляете на этих шкалах соответствующие позиции. Вот эти слайдеры. Мы, как исследователи, как бы бэкграунд, да, вот что мы получаем от этого. Мы получаем числовые значения на шкалах, которые у нас получает каждый текст на четырех шкалах. И затем наши программисты придумали, ну, такой небольшой трюк для того, чтобы, математически фундированный, конечно, для того, чтобы превратить… Они использовали трехмерный усредняющий вектор, вот эту процедуру векторизации, когда четыре значения превращали в трехмерный усредняющий вектор, откладывали эти значения, значит, там, в координатах куба. И в итоге каждый текст получил свою эмоциональную координату в этом кубе. И вот облачко красное, которое видно на картинке справа, оно как раз является такой визуализацией в очень грубом приближении того, что получилось в результате обработки и дальнейшего математического моделирования полученных результатов. В общем, каждый из этих почти четырех тысяч текстов получил после оценки вот этой когорты информантов свои эмоциональные координаты внутри куба. Ну, это все предыстория. Не буду, наверное, здесь останавливаться, что мы отдельно разрабатывали еще классификатор для того, чтобы собрать нейтральный текст, потому что это оказалось, в общем, нелегко, очень даже нелегко найти вот такой образец нейтральности в социальных сетях. Но эта проблема тоже была решена. Был разработан двухклассовый классификатор, который был обучен на нейтральных текстах из Википедии, но затем запущен для классификации в тексты социальных сетей. И он делил их на два класса – эмоциональные и нейтральные тексты. Вот эту выборку мы затем использовали для того, чтобы сбалансировать наш датасет, и, в общем, чтобы там не было шума какого-то, и проводилась классификация. Но момент, который как бы стал таким, можно сказать, не знаю, звоночком следующий, продолжение этого проекта, стало то, что после оценки стало понятно, что какие-то тексты вот из этого облака красного, да, они видно, что некоторые вообще вылетают куда-то в космос. Все как-то держатся вместе, а вот есть такие аутлайнеры. От чего они появляются? Они создавали при попытках машинного обучения, они создавали определенный шум, и наши специалисты посоветовали над лингвистом разобраться, что происходит, почему, откуда эти аутлайнеры. И гипотеза, которая у нас возникла, состояла в том, что, скорее всего, эти маргинальные оценки дают люди с высокой… Вот что-то здесь связано с эмпатией. Мы провели такой эксперимент, когда 174 информанта у нас было, прежде чем мы их допускали к разметке, они отвечали на вопросник Мерабиана по поводу эмпатии. Ну вот насколько оценивался индивидуальный уровень эмпатичности, там, по-моему, 33 вопроса в этом опроснике, ну, соответственно, инструкция для подсчета баллов. И потом, когда мы сопоставили с результатами оценки, которые давали информанты, получилось, что фактор гендера, вообще никакой роли не играл, фактор возраста, возможно, и играл, но вот эти значения были смазаны. А вот на картинке Б, например, видно, что по вертикали здесь отложено значение вот этого эмоционального размаха оценки, то есть насколько мы назвали это радикальность оценки. То есть если там человек задействует вообще всю шкалу, то дают радикальные оценки. А кто-то крутится вокруг нуля, какой бы текст ни был. И вот статистика нам показала, что люди с высокой эмпатией, их доля значительная, статистически значима больше среди тех, кто давал радикальные оценки эмоциональности в тексте, чем вот со средней. Вот здесь на картинке Б, да, вот хай – это люди с высокой эмпатией. И вот этот размах оценки у них выше радикальность оценки, чем у людей со средней эмпатией, с низкой эмпатией и с очень низкой эмпатией. И вот здесь уже как бы такой у нас первый звоночек прозвучал о том, что, конечно, наши технологии прекрасны, машинное обучение прекрасно, но человеческий фактор никуда не денешь. И очень многое зависит от психологических особенностей разметчика, аннотатора. От этого зависит, какую аннотацию он даст, какое измерение он припишет тексту. А дальше от этого зависят результаты обучения алгоритма. Какой бы мы ни взяли, он все равно будет прежде всего основываться вот на этих, собственно говоря, человеческих данных. Потом из этого выросла и тематика билингвального сознания и билингвального восприятия эмоциональности в тексте. Ну вот тут также, возвращаясь к человеческому факту, мы смотрели, что у нас есть, в общем-то, разные стратегии используют информаты. По сути дела, из этих разметчиков можно разбить на группы тех, кто предпочитает, ну, например, на двух шкалах ставить радикальные какие-то оценки, то есть выделять, да, а на следующих двух шкалах поставить значение ближе к нему. А кто-то любит на одной шкале максимум поставить, а на вторых поставить ближе к нему. И причем эта тенденция, она как бы прослеживается на протяжении всего процесса оценки. То есть вот опять же этот человеческий фактор, который предопределяет в какой-то степени результаты дальнейшей работы всех этих замечательных искусственных интеллектов. Дальше у нас была попытка, мы решили попробовать оба пути, сделать классификатор, то есть классификатор у нас берет текст, да, на вход мы подаем текст, на выходе он говорит, вот этот текст принадлежит такому-то классу. Но поскольку изначально разметка была такая многомерная, дискретная, то у нас, конечно, было сомнение по поводу примененности этого метода, поскольку, скорее всего, это было бы не экологично, неправильно по отношению к нашим данным. Но мы все равно попробовали, использовали здесь разное сочетание векторных представлений слов, и нейронные сети, глубокое обучение, и классические методы машинного обучения, и наши здесь программисты вдоволь поиграли с этими данными. Но в итоге получилось, что как бы самый лучший результат нам давала модель логистической регрессии в сочетании с векторизацией ЛМО, и вот значение F1, то есть точности и полноты классификации, здесь было самое лучшее, то есть 61% текста из этих 9 классов, 8 эмоциональных и 9 нейтральных, классифицировались правильно. Ну, в общем, это не сказать, что это очень плохой результат, учитывая, что классов было 9. Ясно, что когда, например, проводится сантимент-анализ, там у нас 2 класса или 3, негативные, позитивные, нейтральные, то там можно достигать 93-97% точности, когда 9 классов – это сложнее, ну и плюс это вот такие сложные признаки там. Ну, в общем, с другой стороны, нельзя, конечно, сказать, что это суперзамечательный результат, но симптоматично то, что лучше всего себя показала модель логистической регрессии. И следующий тогда мысль у нас была создать регрессор, то есть он не помещает текст в какой-то класс, а он нам возвращает определенное предсказание, вот где может находиться вот в этом многомерном пространстве текст, который вы мне подаете на вход, какие там могут быть сочетания эмоций, то есть вот эта многомерность, недискретность здесь сохраняется. Ну вот, опять же, программисты поколдовали во главе с нашим руководителем машинного обучения Александром, поколдовали с разными моделями, и вот использовали, конечно, ныне очень популярный БЭРД, Фроузен БЭРД и Файн Тюнт БЭРД, и, в общем, значения ошибки, да, в общем-то, терпимые, такие неплохие, средняя абсолютная ошибка значения, средняя квадратичная ошибка, в общем, получились неплохие значения. И был создан, собственно, интерфейс, он доступен онлайн, и работал, в общем, он был доступен свободно, сейчас он доступен по запросу, поскольку ведутся определенного рода коммерческие переговоры. Но, в общем, структура его была проста, есть, так сказать, клиент, да, клиентская структура, и есть серверная структура, где хранится код. Клиентская структура выглядела так, ну и выглядит до сих пор. Значит, мы помещаем в окошко текст, естественно, он должен быть на русском языке, и желательно, чтобы это все-таки был интернет-текст, и нажимаем кнопку Analyze, и получаем, то есть выдача предсказания, которое нам дает регрессор, оно выглядит визуально точно так же, как интерфейс, с которым работали наши асессоры, наши информанты. То есть вот по этому тексту, например, мы получаем вот такую выдачу, что на шкале стыд-воодушевление мы видим, что слайдер сдвинут слегка в сторону воодушевления, на шкале гнев-отвращения слайдер чуть-чуть совсем сдвинут в сторону гнева, на шкале грусть-радость слайдер сдвинут в сторону радости, то есть есть элемент радости в этом тексте, и значительно больше, чем воодушевление. И на шкале страх-удивления слайдер сдвинутся в сторону удивления примерно в таких же пропорциях, как в сторону радости. Ну и вот таким образом мы можем представить себе общую картину, составить, какие эмоции смешаны вот в этом тексте. Конечно, здесь, когда мы представляли этот результат, наши технологические проекты разным коммерческим партнерам, были какие-то тоже опасения, что у каждого в общем своем восприятии, кто-то не согласен с этим, и с этим стоит и следует согласиться, это действительно так, здесь очень большая вариативность. Но тем не менее какой-то вот бейслайн мы здесь получаем. И вот, собственно, да, история вторая, которая основная, над которой мы сейчас работаем, это история билингвальная. Мы получили следующий грант нашего регионального научного фонда, который называется «Компьютерное моделирование эмоционального восприятия интернет-текста на русском языке тувинско-русскими билингвами». Ну, вот республика Тыва здесь нами была выбрана не случайно, поскольку это геополитически, так сказать, это непосредственный сосед Красноярского края. Наша территория граничит с республикой Тыва. И очень хорошо, мне кажется, инкорпорированы с традициями тувинцев. У нас учатся и тувинские студенты, и мы активно сотрудничаем с самим университетом, Тувинский государственный университет в городе Кызыл. Но специфика, в общем, этого замечательного народа и замечательного языка в том состоит, что этот субъект Российской Федерации позже всех вошел в состав тогда Советского Союза. То есть это произошло в 44-м году. И позиции тувинского языка и традиции, они чрезвычайно сильны в этом регионе. Ну, вот здесь данные, которые обрываются на 2010 году, но, тем не менее, они показывают общую тенденцию, что после 2000-х, ну, после 90-х, так скажем, годов произошло вымывание русского населения из Тувы, такая миграция обратная. И тувинское население доминирует сегодня по отношению к русскому. В 2010 году это был 81%. Сейчас вот по сегодняшним данным, которые я, к сожалению, не успела здесь поместить, этот процент, в общем, приближается к 90-м. И русского населения становится меньше. Тем не менее, вот здесь очень интересное отношение русского и тувинского языков. Мы видим по этим данным, что в том же 2010 году, это будет год проведения переписи, по-моему, поэтому данные всегда в 2010 году хорошо представлены. Если мы сравним, например, с алтайцами и хакасами, то у тувинцев процент людей, не владеющих родным языком, поразительно низок. То есть у других народов, автохтонных народов в Нужной Сибири, уровень владения родным языком значительно-значительно нежно, тувинцев он выше всего. И вот мы видим в следующей таблице, что тувинцы в 1989-2002 году практически 90, практически 100% говорили на родном языке, ну, в 2010-96%. Но, в общем, по субъективным ощущениям случилось так, что я в течение последних четырех лет работаю, сотрудничаю с коллегами из этого университета и работаю в этом университете, работаю со студентами непосредственно, с преподавателями. И вот по ощущениям, действительно, владение тувинским языком практически стопроцентное. И при этом владение русским языком, ну, то есть там, третий, четвертый курс, с которым я работаю, ну, это абсолютный билингвизм, трудностей там никаких нет. Но, с другой стороны, мы фиксируем, мы проводили самостоятельно опрос, у нас было 120 студентов, мы проводили опрос о том, какой язык, на каком языке вы говорите, например, дома. И по результатам опроса 79% опрошенных говорят, что вот дома говорим на тувинском, на двух языках 12% и на русском языке только 9%. Ну, и наоборот, на каком языке вы говорите в школе, в университете, на работе, здесь мы видим обратную совершенно тенденцию, что, в общем, прогнозируемо, что 62% говорят на русском языке, 32% на двух, и только 6% собственно на тувинском. То есть мы здесь видим функциональное распределение языков совершенно четкое. Тувинский как язык домашнего общения и русский как институционального общения. Ну, вот несколько примеров еще субъективного отношения к языкам. Вообще тувинцы трепетно относятся к языкам, к русскому, к тувинскому, к монгольскому, к корейскому. И поскольку вот они такие билингвы, естественные билингвы, априорные какие-то, я бы так сказала, то и владение другими языками является ценностью. Многие студенты там корейские, японские, английские, французские учат просто для себя. Поэтому здесь вот на слайдах вы видите такие отзывы о языках. Вот кто-то считает, что мой родной язык тувинский, а кто-то говорит, что вот и тувинский, и русский язык, и вот я их люблю и тот, и другой, и, в общем, отношение к языкам очень трепетное. И вот исследовательский вопрос, который у нас возник, как раз был связан вот с этим знакомством со сложной, с одной стороны, несбалансированной ситуацией языковой в ТВ, а с другой стороны, такой вот какой-то привязанностью, что ли, к языкам, которые существуют. Будет ли отличаться эмоциональная рецепция текста на русском языке у монолинговых и у билинговых? И дальше мы этот основной вопрос разделили еще на подвопросы. Будет ли это зависеть от типа билингвизма, от доминирующего языка? Какой у билинговых доминирующий язык? Русский, тувинский или они находятся в равновесных отношениях? Будут ли объективные факторы билингвизма, такие как возраст приобретения, контекст формирования билингвизма, коммуникативная активность на этих языках? И субъективные факторы, например, компетенция языковая и характер субъективного отношения к языкам по-разному влияет на эмоциональную рецепцию текстов на русском языке. Этапы работы, которые мы прошли. Информанты сначала отвечали на опросник, на опросник, в билингвом лэнгвич профайл. Опросник позволяет высчитывать, получать количественные данные, баллы для каждого информанта и определять по этим баллам тип доминирующего языка, поэтому это было удобно. Дальше они приступают к разметке. Для разметки было предложено пока только 48 текстов, по 6 текстов на каждой из 8 базовых эмоций. Интерфейс был все тот же. Платформа немножко другая, мы больше не использовали Талаку, но использовали другие платформы. Но интерфейс выглядел точно так же. Ну и затем обработка и сравнение результатов, которые еще находятся в процессе, какие-то вещи еще не визуализированы, еще не до конца доиграли со статистикой, но уже о чем-то можно говорить. Что касается вот самого расклада информантов, здесь видно, что у нас доминировала группа 18-25 лет. Это были студенты, аспиранты, магистранты, хотя, в общем, опрос был выложен в социальных сетях, он не был привязан к университетской какой-то среде. Дальше женщины, ну как это обычно бывает, такого рода опросы доминировали. Доминировала группа с неоконченным высшим образованием, ну потому что это были студенты. Но в то же время были вот где-то по 15-12% люди со средним образованием, с уже законченным высшим образованием, дипломные специалисты и так далее. Опросник, который заполнялся, он состоял из нескольких модулей. Первый модуль по разным, в общем, он был предназначен для искусственного билингизма, поскольку у нас естественный, мы его убрали, мы его не использовали. Но вы видите, какие типы вопросов. Первый модуль, который касается объективного фактора до возраста, овладения языком, в каком возрасте вы начали учиться, участвовать в общении и так далее. Следующий модуль направлен на определение использования языка. И он тоже как бы объективный, потому что WUPS предлагает оценить процент времени в неделю. Вот вы говорите на таком языке, на другом языке и так далее. И дальше следующие два модуля, они соотносятся с субъективным параметром, с субъективным фактором билингизма. Это субъективная оценка языковой компетентности. Как хорошо вы говорите, пишите, понимаете, читаете на таком-то языке. И последний тоже субъективный фактор – это отношение к языкам. Предлагалось билингвам оценить по шкале от нуля до шести суждений. Я чувствую себя собой, когда говорю на языке таком-то. Русский, тувинский предлагался. Чувствую себя частью культуры тувинскоязычной, русскоязычной. Такого рода вопросы задавались. В результате, ну вот у нас первая гипотеза была, что эмоциональная оценка текстов, возможно, будет испытывать влияние, ну отличаться как-то в зависимости от возраста усвоения второго языка или от субъективного отношения к языку. Когда мы подсчитали баллы опросника, у нас выделились четко три группы. Значит, участников у нас было 65 человек. На самом деле больше, около 80, но по разным причинам, о которых, может быть, я потом где-то еще скажу, что часть отсеялась информантов. И, в общем, 65 у нас таких канонических было информантов. Первая группа, мы обозначили буквой Т, это группа с доминирующим тувинским языком по результатам опросника. Группа А, значит, она с доминирующим русским языком по опроснику. И третья группа B со сбалансированным билингвизмом, то есть равновесным оба языка. И вот мы сравнили эмоциональные оценки, которые были даны этим 48 текстам по вот этим группам. Ну и потом сравнили, используя статистику, те критерии студента, будут ли статистически значимы различия. Ну, первая гипотеза была, что будут какие-то отличия между объективными и субъективными факторами. Никаких отличий не было. То есть гипотезу отбрасываем, ни возраст усвоения не влияет. А по всему опроснику, то есть вот, собственно, тип доминирующего языка влияет. Здесь было выдано при значении и типичным пять соток, то, что меньше пять соток, то статистически значимо, то в группе соотношений, когда мы сравнивали группу с сбалансированным билингвизмом и группу с доминирующим русским, вот здесь были статистически значимы отличия в оценках. То есть вот мы дальше будем прорабатывать еще вот эту группу. То есть тип доминирующего языка, да, влияет на оценку эмоций в тексте. То же самое продублировали с у критерием маномитнее, и тоже мы получили значение в этой же самой, в двух этих сравниваемых группах, сбалансированный билингвизм и доминирующий русский язык. Значит, поле значимости было меньше 127, все, что меньше 127, все статистически значимо. Здесь у нас появилось, ну, значение было 113. Значит, уже входят в поле значимости. Такие качественные наблюдения. Ну, вот, например, такой текст. «Нахожусь в поиске работы, меня просто поражает и убивает упертость, либо непонимание вопроса многих работодателей, когда спрашиваешь про непосредственно оклад. Будто они такого слова не знают, начинают вновь по кругу втирать про общий зарплат, бонус, премии и так далее. Да знаю я, с чего состоит зарплата. Тем более, что только что мне рассказали. Только эти премии еще не факт, что получишь, мне нужно знать основу, которую я точно получу. А некоторые вообще умудряются спрашивать, а зачем вам знать оклад? Да блин, действительно. Ну, он был оценен в выборке у монолингвов как гневный. И, в общем-то, здесь в оценке билингвами тоже это подтвердилось. Но вторичные эмоции, которые заняли второе, третье и дальше места, отличались. Ну, например, у сбалансированных билингвов первая по значимости эмоция была гнев, затем текст помещали в категорию грусть и потом в категорию воодушевление. А у билингвов с доминирующим русским языком последовательность была следующая. Гнев на первом месте, потом удивление, потом отвращение, потом страх. То есть, несмотря на то, что доминирует одна и та же эмоция, но палитра вторичных эмоций разная по объему и разная по качеству. И затем мы сравнили, собственно говоря, монолингвов и билингвов. По монолингвам у нас уже были данные. И вот то, что мы получили по билингвам. Мы сравнили значения, которые были получены при оценке на этих шкалах. Вот внизу под шкалой видна табличка, где тоже мы считали те критерии студента. Вот, например, сравнивали значения, которые были получены у монолингвов по шкале, стыд и воодушевлении, и у билингвов. И статистически значимые оказались отличия при той же пивелью 0,05. Здесь мы видим, что у нас 0,004 значение. То есть, статистически это значимо оказалось очень. Дальше шкала отвращения гнев до сравнения данных монолингов и билингвов. Но здесь на границе значимости 0,005 при границе 0,05. Страх удивления никакой значимости не показал. То есть, видимо, здесь значения оценок статистически непак не отличаются значимо. А вот радость и грусть, такая основная ось оценки эмоций, эмоциональности текста, она тоже дает очень хорошее значение. Статистическая значимость отличия мы видим, что здесь 0,008. И даже 0,09, можно так сказать. Поэтому на картиночке слева видно визуализированные эти пивелью. И видно, что вот самое лучшее пивелью, то есть самые такие отличающиеся, отличительные, показывающие значимость отличия для шкал стыд и воодушевления и для шкалы радость-грусть. То есть, значения оценок у монолингов и билингов по этим шкалам отличаются значимо. Ну и дальше диаграммы размаха. Диаграммы размаха. Надеюсь, что их видно. Значит, верхняя диаграмма – это у монолингов. Ну, то есть, в таких пределах они размахиваются эмоциональной кистью, чтобы отметить эти тексты, и диаграмма размаха у билингов. В целом видно, что размах вот этих самых оценок у билингов более выражен. Даже если мы возьмем первую шкалу, это черный квадратик, ящик с усами. Это шкала стыд и воодушевления. Мы видим, что у монолингов большинство значений скапливается в зоне от нуля до единицы. Ну, то есть, это чуть-чуть в сторону воодушевления. А у билингов значения между минус один и два. То есть, они захватывают самую востребованную часть шкалы. Это чуть-чуть стыда и побольше удивления. Но при этом мы еще видим, что у билингов от этого ящика с усами идут такие усы, очерченные сплошной линией. Но это значит, что такие радикальные оценки, как, например, 5 и минус 5, встречались тоже довольно часто. А в то время как у монолингов отмечены точечками, что означает, что это довольно спорадически происходило, не так регулярно. Ну и дальше, в общем-то, это нам и статистика показала, что эта шкала у нас самая такая. По отвращению гнева тут особо отличий в размахе нет. По страху удивления небольшие отличия. Скажем, если у монолингов скопление значений происходит в периоде от нуля до единички, то есть это в сторону удивления чуть-чуть движение есть, в сторону страха нет. У билингов то же самое, но только в сторону удивления еще на один пункт ближе, так сказать, до двух. И последняя шкала радость-грусть. Здесь вот видно, что у билингов концентрация значений от нуля до трех, то есть в сторону грусти довольно хорошо выражена, а у монолингов от нуля до двух самое скопление. То есть тоже в сторону грусти, но не так кардинально. То есть можно заключить вот из этого анализа и визуализации, что у билингов, пожалуй, в большей степени выражена радикальность оценок, нежели у монолингов. То есть они задействуют разные эмоции и, в общем, берут практически всю шкалу. Ну и еще одно наблюдение, которое мы сделали. У нас в выборке и по монолинговым были такие случаи, ну это технические сбои, когда информант, например, не до конца смог пройти оценку, и он начинает снова. Мы такие случаи удаляли из выборки по монолинговым, из всех подсчетов, но в коллекции свои сохраняли. И когда монолинговые делали повторный ответ, они давали практически те же самые значения, приписывали тексту. У билингов, я не знаю, может быть, это случайность, ну, а может быть и нет, но это было забавно. Тоже человек, ну, человек семь, наверное, столкнулись с разными техническими трудностями, там кому-то некогда было, и возвращались снова, и давали повторные ответы. И вот примерно, я взяла пример одной из формантов, вот она оценила текст, гневный это был текст, по-моему, да, гневный, оценила его три раза, и три раза оценила его по-разному. Ну, там, например, на шкале стыд-воодушевления она первый раз поставила четверку, значит, в сторону стыда, в следующий раз на этой же шкале поставила тройку в сторону воодушевления, третий раз поставила снова стыду четверку, но при этом в предыдущий раз за удивлением два и три ставила, а здесь ноль поставила. Ну, то есть это очень разные оценки, она дала все три раза. И это было характерно для всех семи информантов, которые несколько раз отвечали. То есть такая волятильность, так сказать, оценок, волятильность у рубляток и у оценок, которые дают билингвы, в то время как у монолимбов она такая стабильная. Мы еще не дошли до этапа визуализации, не успели еще это сделать, но вот хотим посмотреть, когда визуализируем. У нас есть визуализация всех текстов для монолингов. То есть вот эти эмоциональные координаты текста, они внутри этого куба находятся, вот у них такая фигура. И модель такая получается. Ну, вот насколько будет отличаться, может быть, сдвинута куда-то, искреблена в какую-то сторону модель, которую мы получим для билинговых, но это пока еще в процессе обработки эти данные. Ну, что касается перспектив, собственно, вот перспективы, которые были заявлены в самой грантовой заявке, ну, поскольку регион наш граничит с республикой Тыва и очень честно сотрудничество, и общение в социальных сетях ведется преимущественно на русском языке, то вот наша задача прикладная была разработать рекомендации для журналистов, специалистов по социальным сетям, значит, социал-медиа-маркетологов о том, как писать эмоциональные тексты, эмоциогенные тексты для киргинско-русских билинговых могут, скажем так, чтобы соблюдать, не знаю, может быть, какую-то эмоциональную гигиену, по крайней мере, мы так себе видим эту нашу прикладную задачу. Ну и вопрос, который обсуждается, в общем, возможно, наверное, создать анализатор эмоций для этой тагет-группы, если будет соответствующий заказ, то, в принципе, технология отработана, это можно сделать. По крайней мере, понятно, что тот, который разработан для русскоязычных монолингвах, адекватным, наверное, скорее всего, не будет. Вот сейчас растет уверенность, что он не будет адекватно отражать эмоции авторов, если это будут тувинцы, или читатели, если это будут тувинцы. Ну и вот пока мои познания в тувинском языке ограничиваются этим словом четвердым. Надеюсь, что с годами мне удастся выучить этот замечательный язык, один из тверских языков. В общем, вот такое пока еще не законченное ваше исследование, но оно в пути. Спасибо большое. Анастасия Владимировна, спасибо большое. Четвердым, мы сейчас так и будем говорить. Очень интересное исследование. И сразу, знаете, представляется, как в сериале «Шерлок», что внутри у нас такой куб в чертогах разума, где мы пытаемся эмоции найти координаты для них. И слово Татьяне Юрьевне Шерстиновой. Прошу для реплики и начала нашей дискуссии. Анастасия Владимировна, пожалуйста. Добрый день, коллеги. Хочу начать с огромной благодарности Анастасии Владимировне за совершенно потрясающий рассказ, очень интересное исследование. И Андрею Юрьевичу за то, что вы проводите эти семинары, за то, что позвали меня. И, в общем, я действительно стараюсь следить за тем, что происходит. И когда ты видишь, как меняется динамика, насколько разнообразные современные цифровые технологии в применении гуманитарному знанию, когда на первом докладе мы говорили о том, как создать какие-то общие ресурсы для того, чтобы следить за тем, что происходит сейчас. Но это уже, мне кажется, что какой более передний край науки может быть еще более, чем говорить о реальных эмоциях, чем пытаться научить, обучить компьютера, воспринимать эмоции. Хотя вот задумываешься о себе, господи, мы сами, мы всегда понимаем свои эмоции. Вот каждый из нас в каждый конкретный момент времени он готов с точностью атрибутировать, что он в данный момент чувствует. И, собственно, чему мы хотим учить компьютер. Здесь, конечно, очень много возникает таких амбициозных задач. Но, собственно, для этого, наверное, наука и есть. Поэтому замечательно, что такие исследования проходят, и что они выполняются на лингвистическом материале. Очень приятно, что мы уже какое-то время, можно сказать, дружим с Анастасией Владимировной. И я думаю, что, конечно, эти все исследования нам каким-то образом стоит, может быть, действительно переносить и на русскую литературу, и на повседневную речь, потому что действительно все это очень-очень интересно и весьма перспективно. Поэтому спасибо за доклад. Что касается вопросов, у меня их очень много, вопросов, размышлений. Я даже не знаю, наверное, не стоит озвучивать все от первой части, с которой мы действительно немного знакомы, потому что примерно несколько месяцев назад, по-моему, в мае прошлого года, Анастасия Владимировна выступала перед нашей учебной группой и рассказывала как раз об исследовании эмоций. Мы тогда были совершенно поражены вот этим количеством асессоров, которые были привлечены для работы, потому что для лингвистических задач, мне кажется, для университетских проектов это совершенно какое-то удивительное число, когда две тысячи человек одновременно сидят и работают над разметкой текстов. В этой связи я хотела просто немножко уточнить, подскажите, пожалуйста, когда производилась эта разметка текстов, каждый текст сколькими оценщиками измерялся? То есть было ли параллельное сравнение? Или все-таки, поскольку, как это обычно бывает в лингвистических исследованиях, ну вот минимум текстов на человек, то есть один текст, один разметчик, то есть мне кажется, что это вот важно. Не знаю, может быть, даже вот так по частям будем вопросы задавать, да? Да, спасибо большое, Татьяна Юрьевна. Действительно, вопрос совершенно здесь правомерный, потому что, ну, надо сказать, что из этих двух тысяч не все оценили все тексты, потому что кто-то решил, что он достаточно заработал, и что ему больше не надо. У кого-то, ну, на самом деле, там деньги были мизерные за каждый текст. Ну, в общем, кто-то поразвлекался и сказал, что у меня хватит, кто-то разметил все. Поэтому, ну, на талаке там можно выставить, с каким покрытием обязательно должна быть оценка совершена. С двойным покрытием, с тройным покрытием, то есть каждый текст двойной покрытием, значит, каждый текст оценили минимум два информанта, да? Это минимальное значение. Ну, вот мы поставили, что каждый текст с тройным покрытием, опять же, от этого зависит денежный вопрос, да, сколько за сервисные услуги, значит, талоки заплатишь. Мы поставили с тройным покрытием минимально, Но на самом деле у нас получилось большее значение покрытия, то есть я не могу сказать, что все 2000 оценили, но, скажем, многие тексты были оценены больше, чем 50% информантов. Ну, вот такой вот был разброс. Интересно, вот степень согласованности оценки, как-то вы проверяли это статистически? Что здесь можно сказать? Они помещены вот в этой визуализации, поэтому вот и стало видно, что есть маргинальные оценки, которые ни с чем не совпадают, и вот их потом в итоге убрали. А в целом согласованность вот по индексу, вот я сейчас не вспомню точные значения, но, в общем, по вот этим критериальным, так сказать, таблицам, они были вполне приемлемы. Да, замечательно. И получается, что как раз вопрос об эмпатии, он и встал уже вот после вот этого. Да, 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 то есть почему, да, почему? И наши специалисты, да, кто работал с обучением моделей машин, с глубоким обучением, они нам сказали, что вот пришли однажды и сказали, вы знаете, у нас возникает шум. Вот модель плохо работает, потому что данные, вот есть какие-то такие выпадающие, аутлайнеры, что это, почему это, будем убирать, тогда давайте будем убирать. Но вам захотелось покопаться, почему они возникают, прежде чем выкидывать, прежде чем убирать, собственно говоря, вот мы поэтому проверили. И измерять, например, эмпатию всех асессоров, это нереально совершенно, потому что это, ну, это долго, и это никто не захочет, поэтому дальше мы не разбираемся, просто вот тех сильных аутлайнеров, их убирали из всех моделей. Скажите, пожалуйста, какой примерно процент оказался вот таких эмпатичных асессоров среди ваших привлеченных исполнителей? Ну, на самом деле их было немного, порядка, наверное, 7-8 процентов. То есть их соотношений в этом было не очень много. Ну, вот, и, к сожалению, их пришлось убрать. А, то есть они в дальнейшем не использовались, да? Нет, они в дальнейшем не использовались. Просто, как раз, здесь очень интересно, вот не сравнивали ли вы этот процент с какими-то, возможно, существуют общестатистические данные, вот, по психотипам вообще, может быть, какой процент людей вообще склонен к таким оценкам? Потому что мне кажется, что вот продолжение исследований именно в этом русле, они просто должны, наверное, вот, могут помочь в продвижении очень многих задач, связанных как раз с оценкой эмоциональности. То есть если мы будем знать, какой примерно процент, ну, не знаю, людей, которые склонны, вот, более, более, может быть, явно выражать свои эмоции, более сильных каких-то, не знаю, более, или это психотип, да, или это какая-то, вот, модель поведения. То есть здесь за этим же могут тоже стоять разные совершенно явления. То есть одно дело репрезентация, да, другое дело, вот, что, опять же, за этим стоит, да, и, наверное, вот, для любой лингвистической интерпретации и психолингвистической интерпретации это, наверное, очень важно. Да, вот, спасибо, да, за идею, потому что как-то вот не думала о том, что действительно можно найти статистические данные у психологов и как-то соотнести действительно сколько, да, спасибо. Хотя, опять же, знаете, как вот у нас в корпусе УРД, возможно, что те люди, которые сидят на толоке, да, и пытаются заниматься там фрилансом, может быть, там какой-то будет особый тип людей, которые, ну, действительно, вот, но все равно среди них наверняка есть какие-то, вот, и, может быть, выделяющиеся по степени эмоциональности. Да, забыла еще, хотела сказать реплику вот в самом начале, что вот удивительная, удивительная междисциплинарность, то есть мы видим здесь с вами не только, как бы, выход, да, и язык, да, и эмоциональная сфера, и психолингвистика, но и, в общем, здесь какие-то вот более, какие-то когнитивные, по-моему, задействованные должны быть вещи. То есть, на самом деле, вот, междисциплинарность лингвистических исследований просто повышается на глазах, и это вот действительно какое-то, наверное, веяние времени, может быть, вот примета нашего времени очень-очень впечатляет, особенно еще в свете билингвизма, о котором вот чуть-чуть позже перейдем. Да, вот, немножко вернусь назад, я не совсем поняла, очень было интересно посмотреть, как все-таки вот выбирались хэштеги по разметке, то есть они выбирались до, как я понимаю, до разметки асессорами, да, и основывались ли они на какой-то разметке, которая уже была, допустим, вот в интернет-текстах, да, и каким образом вот эта вот система была приведена к той действительно достаточно убедительной и, на первый взгляд, непротиворечивой схеме, которую вы показали, потому что вот для многих задач такой экспертной классификации, ручной классификации, конечно, выбор вот этих объектов классификации для гуманитарного знания – это огромная проблема, вот скажите, пожалуйста, как вы решали? Да, спасибо за вопрос, Таня Юрьевна. Во-первых, сервисы вот эти подслушанных, например, и палата номер 6, они довольно специфически устроены технологически, то есть вот то, что мы видим на стенах этих пабликов, это не просто там пользователь захотел и поместил, есть система редакторов, то есть для того, чтобы, если я хочу опубликовать свой текст подслушанно, я должна установить приложение на телефон, через это приложение отправить свой текст, команда редакторов его просматривает, во-первых, они верифицируют, ну, насколько он, как это сказать-то, экспертно, насколько он вообще, его можно опубликовать, да, то есть не касается ли он табулированных тем, насколько он там… Цензура. Да, цензура определенная. Во-вторых, составляется определенное мнение, ну, насколько вообще реалистична история, которая рассказана, то есть, может быть, чтобы полного бреда не было на стенах этого паблика. И что самое привлекательное для нас было, что хэштег выставляет не пользователи, а команда редакторов, то есть, по сути дела, они являются первыми асессорами этого текста, они его прочитали, и они установили, про что здесь идет речь, да, про какую, вообще, тема, про какую эмоцию. То есть, они выставляют хэштег. Мы использовали этот хэштег, то есть, мы выбрали сначала, ну, просто ручным, экспертным образом пропахали подслушанно, посмотрели, какие бы могли быть соотнесены с нашими эмоциями примерно хэштеги, собрали их вот в такой вот список определенный, а потом провели психологический эксперимент со студентами, магистрантами. Вот мы их там 30 человек посадили, даем им текст, значит, с одной стороны просим соотнести с эмоцией, а с другой стороны просим выбрать хэштег из списка, который предлагаем. Вот под каким бы хэштегом ты бы поместил этот текст. И одновременно просим его указать, соотнести эмоцию, с которой бы он из этих восьми соотнес. Ну и вот таким образом мы выбрали список, ну, скажем, если в первоначальном списке было порядка 50 хэштегов, то в итоге вам осталось, ну, порядка 15 хэштегов, которые соотносились с вот этими эмоциями. И потом через API выкачали из ВКонтакте, ну, ВКонтакте его еще одно преимущество, что это можно очень легко делать через API, и выкачали по хэштегам, ну, вот эти 15 тысяч текстов, которые были при селекции. Потом в результате шло сопоставление уже результатов с этими полученными хэштегами, да, такими образом? Нет, ну, то есть мы уже априори помещали, например, вот мы выкачали, поняли, что вот у нас эти, например, 5 хэштегов, они соотносятся с эмоцией грусти. И, соответственно, выкачанные по этим хэштегам материалы мы помещали в группу грустных текстов. Только для того, чтобы потом из них выбрать, когда мы делали, да, вот коллекцию для ассессмента, мы же не могли все 15 штук выбрать перед информантом, нам нужно было, ну, какое-то ограниченное число отобрать. И чтобы была сбалансированная выборка, мы вот из этих категорий, там, вот грустные тексты, которые мы выкачали, брали 394, например, текста. И 394 из другой категории. То есть это были условные категории, которые мы отобрали по хэштегам, просто для того, чтобы нам, ну, вот сбалансированно сделать выборку. Не факт, что информанты оценили точно так же. Но потом мы уже опирались только на оценку информации. Не знаю, насколько я была точна. Да, мне кажется, у вас получается как бы эксперимент в эксперименте, исследование в исследовании. Просто вот действительно куда не копнешь, оказывается, что прямо вот очень много лайфхаков о том, как нам дальше стоит продолжать исследование как раз эмоциональной сферы. Замечательно, да? Знаете, вот сейчас, мне кажется, настал такой момент, когда мы немножко разговорились. И тоже хочется, может быть, в качестве предыстории, не знаю, поделиться с вами тем исследованием, которое мы в свое время проводили с профессором Арту Мустайоки на материале нашего корпуса «Один речевой день» повседневной, спонтанной разговорной речи. И тогда действительно у нас тоже в какой-то момент встал вопрос об атрибуции эмоций. То есть нам вообще хотелось понять, что и как реально происходит в реальной жизни. И вопрос ставился таким образом, что очень часто почти все лингвистические эксперименты, они работают по одной и той же схеме. То есть у нас есть некоторый текст, будь это, не знаю, текст художественной литературы, какой-то секс социальной сети, или, не знаю, как в нашем случае, звукозаписи спонтанных частных разговоров. И потом эти тексты передаются лингвистам уже в готовом виде, то есть они полностью от них как бы отторгаются, и лингвисты уже начинают их интерпретировать. При этом могут привлекать энное количество оценщиков для этого. При этом мы совершенно как бы не видим, мы не можем оценить, что происходило на самом деле у автора, и какую, собственно, эмоцию он закладывал в этот текст. И в нашем случае это исследование было мотивировано попыткой каким-то образом прийти к решению вопросов коммуникативных неудач, то есть в каком моменте, где происходит сбой. То есть человек, например, мыслит одно, или вкладывает свое высказывание в свою реплику. Один смысл, да, то есть это может быть эмоция, это может быть какая-то содержательная информация. И при этом его рецепент, который участвует в разговоре, он понимает это как-то иначе. То есть понятно, что когда речь идет об обмене эмоций, наверное, еще более усиливается. И часто мы, в общем, даже, я думаю, что у каждого из нас с вами был такой опыт, когда вроде как мы с кем-то общаемся, человек вдруг обиделся, да, или наоборот, как-то вот он воспринял твою речь совсем не так, как ты в нее вкладываешь, да. И вот эти вот как раз элементы, такие ситуации мы пытались каким-то образом прояснить на материале нашего корпуса. И мы поняли, что если мы берем тексты, которые уже вот автор, автор их написал, да, и про это уже забыл или не забыл, но, по крайней мере, уже находятся не в том состоянии, то, наверное, мы не можем судить об как раз вот этой оценке смысла эмоциональности и чего-то еще порожденного текста. И мы тогда предложили эксперимент, то есть, собственно, это был эксперимент, идея эксперимента была предложена Артому Стаёке. И мы здесь на базе нашего еще тогда Санкт-Петербургского университета Большого мы пытались провести такой небольшой эксперимент, когда человек в процессе порождения, в процессе жизни, да, он оценивает все свои эмоции, которые у него возникают. То есть, например, у нас девушка сутки жила с диктофоном, как все остальные волонтеры корпуса «Один речевой день», но при этом ей было дано задание отмечать все эмоциональные составляющие, все элементы коммуникативных неудач, вообще все, что происходило вот в этот момент в ее голове и то, что могло не отразиться на коммуникации. То есть, например, внутренне у нее какой-то там бушует гнев по отношению к одному из студентов нерадивых, при этом она очень вежливо ему пытается что-то объяснить и пытается держать себя в руках и с улыбкой, но при этом внутри это просто буйство эмоций, и это она потом отмечала. И, в общем, у нас что-то она отмечала сама, что-то мы потом с ней, вот Баляя тоже была задействована в этом эксперименте, мы четыре дня потом с ней сидели и фактически отмечали все вот эти вот моменты, полностью переслушивали речевой день, и на каждую реплику, на каждую фразу она говорила, ой, да, вот, ну здесь, здесь вот это, а здесь вот у меня то-то, да, здесь я немножко лукавлю, здесь чуть-чуть обман, да, здесь вот немножко лезть и так далее. Вот очень интересные данные, но, к сожалению, понятно, что исключительно трудоемкий эксперимент мы не можем сделать его массовым, но, по крайней мере, показывает, что действительно есть некоторый пласт, есть процент вот вещей, которые никоим образом не проявляются на поверхностной структуре текста, то есть на том материале, который потом мы имеем, уже как результат нашей текстопорождающей деятельности. Вот, поэтому я здесь подумала, может быть, действительно было бы интересно, может быть, провести такой специальный эксперимент уже по порождению текстов, когда вот пускай в том же, той же группе ВКонтакте, но просто предлагали бы самим авторам этих постов каким-то образом оценить вот себя в момент написания, да, пускай им, почему им не предложить вот эти вот четыре линейки, да, чтобы они, да, вот сейчас так, да, и при этом вот как бы критерии истинности, то, как они это чувствуют, да, понятно, что и у них это будет погрешность, да, в зависимости там на эмпатию, на какие-то вот эти вот другие, то есть там будет еще с чем разбираться, но мне кажется, что тогда у нас как бы будет меньше этой игры в жмурки, когда мы вот пытаемся поймать то, чему мы не знаем, критерии истинности, да, то есть где-то мы его ловим, да, наверное, в большинстве случаев это будет хорошо, но мне кажется, что, наверное, вот для перспективных исследований, ну, стоит чуть-чуть уже как бы думать вперед, да, то есть это никак не в критику, потому что, что вы сделали, по-моему, это вот, ну, воспроизвести такое невозможно, да, это вот действительно потрясающая работа, но просто, может быть, действительно пойти еще и дальше и посмотреть вот на эту, вот с такой точки зрения, может быть, это будет интересно. Я бы хотела тогда продолжить этот эксперимент таким образом, вот если предложить информанту оценивать порожденный им самим текст в течение довольно длительного времени, соответственно, периодичностью, я думаю, что у него оценки будут меняться в очень разные стороны, как вот у наших пилингов, которые вот один раз оценила так, второй раз так, третий так, шляпку то налево, то направо, то цветочек, то еще что-то, то есть восприятие эмоций, оно очень, опять же, волятильно и субъективно даже для одного человека, оно взятого в разные жуткие свои жизни, своего, так сказать, даже одного дня. А если это взять, например, неделю пролонгировать, а если взять на месяц, там вообще будут разные результаты. И мне кажется, да, это интересно, как это организовать, подумать. Да, слушайте, ну вот здесь, наверное, и соглашусь, и не соглашусь с вами. То есть, с одной стороны, да, мы можем, как бы, наверное, есть, что касается вот Тувенцем, да, вот там у меня тоже есть комментарии, есть, есть некоторые соображения, чем это может быть объясняться. Что касается нашей эмоции в конкретный момент, вы знаете, вот я думаю, что скорее это, знаете, вот как некий якорь, как некая психологическая привязка. Если в тот момент была та эмоция, я не думаю, что там будет сильный разум. Я не думаю, что если какая-то, какая-то вот ситуация действительно вас задела настолько, что вы только что пишете про это гневный пост, вы потом два дня спустя или неделю спустя скажете, ой, это все как бы ерунда, да, я опять люблю своего начальника, да, или вот, или тот человек, который мне нахамил там в транспорте, да, я вот теперь просто это мой лучший друг. Ну, наверное, нет, наверное, все-таки вот подвижность есть, но в привязке к конкретной ситуации, я думаю, стоит ожидать большую стабильность. Вот с гневом, это очень хороший пример, потому что это яркая эмоция, действительно, вот эмоция гнева, она запоминается и так далее. Но большинство текстов, как бы мы ни крутили, они такие вот, ну, то есть там вот трудно определить однозначно. Гнев, да, яркая эмоция, а как, например, вот печаль. Печаль, вообще она очень трудно определяется. Когда мы работали там с алгоритмами, вот машина обучения часто путает грусть и печаль, грусть и радость, казалось бы, да, новостность, противоположные эмоции. Но когда начинаешь анализировать тексты, там есть вот и вот чуть-чуть и про это, и про то, и про это, и про то. И вот этот меланж, так сказать, он, его трудно, мне кажется, если не было какой-то ведущей яркой эмоции, типа гнева или возмущения, или страшного испуга, не знаю, насколько запомнится информанту вот эта первичная эмоция. А вот большинство текстов такое очень нюансированное, можно и так посмотреть, и так посмотреть, и с этой стороны, и с этой. А не значит ли это, что, может быть, этих эмоций нет? Может быть, мы ищем то, чего нет? Вот если гнев действительно, он выражается, существует, да, хорошо. Почему мы должны в каждой конкретной эмоции искать и радость, и печаль, там, тоску? Может быть, правда, может быть, во-первых, мы не склонны к этой тоске, да, или вот человек, ну, по типу своего к радости не склонен. Тогда действительно, может быть, уже тогда забегая вперед по поводу вот этих вот эмоциональных оценок, я допускаю, что некоторые оценщики могли ставить просто рандомно. Да, вполне это. Они не понимают, они не чувствуют, и, соответственно, да, и тогда, наверное, скорее это, может быть, симптом нам, что, возможно, и не стоит здесь искать, как бы, истину, да, то есть, может быть, она где-то и рядом, да, но мы ее, наверное, и не найдем. И стоит сосредоточиться на тех эмоциях, которые, ну, очевидно, атрибутируемы. Ну, дело в том, что очевидно атрибутируемые, их вот в реальности там действительно довольно мало. А если у нас, предположим, прикладная цель, для чего нужны вот эти анализаторы, там, какие-то классификаторы, промышленную ценность они имеют для того, чтобы, скажем, коммерческие партнеры наши, они покупают, предположим, эту технологию для того, чтобы анализировать автоматически информацию о своей компании, которая публикуется на разных сайтах. И ведь не факт, что там будут только исключительно гневные или только исключительно хвалебные тексты. Их, собственно, не это интересует, они гневные и так могут посмотреть там каких-то оценков. А их интересует вот общий баланс, так сказать, эмоциональный, в какую сторону он складывается. Вот, скажем, то же самое удивление. Это привлекательная эмоция для маркетинга, для каких-то продаж, но она очень неэксплицитна. То есть ее нельзя сравнить с гневом. Там вот как-то вот все вот очень довольно сложно выстраивать такой пазл. И даже если процент ошибки есть, а он очевидно есть, но тем не менее какой-то вот основной вектор, даже если получает его коммерческий партнер, ему этого достаточно. Он может дальше это развивать, интерпретировать и так далее. Ну, вот может быть, я сейчас смотрю с такой внешней коммерциализированной точки зрения, но вот хочется все-таки, чтобы наши лингвистические проекты имели, были открыты, так сказать, рыночному миру. Иначе делать исследования нам станет все сложнее и сложнее. Поэтому вот если с этой точки зрения, а вот с точки зрения научной, я совершенно с вами согласна, что действительно, может быть, мы ищем черную кошку в томной комнате, может быть, нам стоит как-то вот действительно подумать над наиболее яркими эмоциями, но с другой стороны, нюансы иногда тоже вам важны. Но то, что этот инструмент не может иметь априорного характера, совершенно точно и совершенно ясно. Мы можем его использовать, ну, вот исключительно как некую подсказку для дальнейшего какого-то действия. Потому что и машинное обучение дает нам лишь приблизительную картину, там довольно много искажений происходит при обработке данных. И вот сами информанты действительно сегодня так, завтра так, и потом какая реальная была эмоция. Хотя, с другой стороны, вот может быть, нас реальная эмоция не столько и интересует, по крайней мере, не находится 100% в фокусе. Мы все-таки отталкиваемся от рецептивного подхода. Как воспринимается этот текст? Да, эмоция могла быть разной, но, опять же, если мы рассматриваем с точки зрения коммерциализации этого продукта, коммерческой компании важно, как воспринимается этот текст другими читателями этого отзыва или другими читателями какой-то публикации об этой компании. С точки зрения рецептивности, скорее всего, у массового читателя можно обнаружить какие-то паттерны общие, повторяющиеся. А вот с точки зрения индивидуального, переживающего субъекта, соглашусь совершенно, это трудно. И это очень-очень будет меняться и очень индивидуально. Да, спасибо, убедили меня насчет действительно важности для коммерческих проектов. И вот именно с точки зрения рецептивентов и их паттернов, по-моему, здесь совершенно убедительно. Андрей Юрьевич, я просто хочу вас спросить. Мы, на самом деле, с Анастасией Владимировной можем очень долго дискуссировать. Я просто боюсь, что я слишком возьму на себя инициативу, потому что у меня еще много интересных вопросов. Вот скажите, сколько вы мне дадите времени или все-таки надо дать? У вас прекрасная дискуссия получается, потому что, мне кажется, с каждым вопросом вопрос становится еще больше. Пожалуйста, задавайте. Я хочу сказать коллегам, у кого есть вопросы, не стесняйтесь, задавайте в чат, и мы либо их прочтем, либо дадим вам возможность их озвучить. Так что прошу вас, Татьяна Викторовна, у меня тоже есть некоторое количество вопросов, но они уточняются с каждым вашим вопросом. Понятно, спасибо. Тогда буквально очень кратко, поскольку вы уже заговорили о коммерческой составляющей, я тоже вас здесь поддерживаю. Я считаю, что наша задача каким-то образом стараться выводить наше исследование на практику, чтобы и общество, и сами исследователи получали потом какой-то результат от своей работы. Скажите, пожалуйста, то приложение клиент, которое у вас есть сейчас, действительно хотелось бы получить к нему доступ? Вы сказали, что можно по запросу. А что он делает? То есть можно загрузить туда текст и потом получить его акцию. Какой объем текста возможно и как получить доступ? Доступ, просто нужно сказать, в какое время вы планируете с ним работать, то есть день и временное, так сказать, временное окно. И вот в этот момент я адрес, в принципе, могу и в чате выложить этого ресурса. И мы откроем этот доступ, потому что сейчас переговоры ведутся, и те, с кем мы переговариваемся, попросили сделать такое ограничение. Поэтому вот таким образом. Что-то можно сделать. Вы загружаете текст для большого, большой сразу объем туда загрузить, пока не представляется возможным. То есть оценивать по одному тексту или по одному, потому что он выдает оценку по одному, так сказать, сегменту. То есть динамики не дает. То есть просто вот текст и вот выход, результат на шкалах отмечены, вот эти эмоции. Ну вот таким образом. Результат не может быть получен в виде таблицы, потому что шкалу наглядно видеть. Да, да. Но хотелось бы, конечно, особенно если это несколько последовательных кусочков, свести их вместе и потом уже пострадать динамики. Я понимаю ваш вопрос. И над этим работа ведется. Возможно, ну вот я спрошу, может быть, проконсультируюсь у Александра. Может быть, уже есть такая опция. Но вот неделю назад еще ее не было. Но вообще, да, над этим работа ведется. Чтобы это можно было выгружать в виде числовых данных, которые можно было потом дальше как-то использовать, обрабатывать. Замечательно вам. Удачи с коммерческим партнером, чтобы все получилось. Потому что мне кажется, что это очень важно развивать. И тогда вот с вашего разрешения буквально вот несколько реплик по поводу, по второй части, про кабелегвизм по русско-тувимских, получается, участников эксперимента. Вот тоже для меня было исключительно интересно послушать, познакомиться с этой частью. Я не знала вот о ситуации с высоким, как бы действительно с высоким владением тувимским языком в регионе, потому что одно время я сама занималась малыми народами. И, в общем, это, конечно, действительно, по-моему, очень показательно и прекрасно, что такое существует. Действительно позволяет вот именно проводить качественный эксперимент по билингвизму. Вот здесь сейчас я попытаюсь вспомнить много чего написала. Так, да, наверное, наверное, сейчас, да, вот вы знаете, наверное, основная, вот небольшой вопрос, который у меня был, который по теме, которую мы уже немножко затронули, как раз вот самая последняя тема о относительно рандомной постановке значений девушки, которая была, вот, трижды прошла один и тот же текст. Вот когда я слушала вас доклад, мне тоже хотелось бы как бы узнать, вот не существует ли какого-то теста или возможности подумать о разработке такого теста, который позволял бы оценить степень, ну, как бы вот, как раз отсутствия этой рандомности. Потому что я знаю, что вот в психологических тестах действительно как бы встроены, вмонтированы некоторые ключевые вопросы, да, вопросы вот такие диагностические, которые позволяют оценить степень искренности или вот лживости рецепента, то есть тот, который проходит этот тест. Вот если мы видим, что на какие-то вопросы он дает вот противоречивые ответы, да, это позволяет говорить, что он вам просто вот, ну, ставил оценки, мягко говоря, от фонаря. А вот у нас действительно тогда просто ряд наших информантов, которые записывали один речевой день, они проходили психологическое тестирование, и действительно кто-то вот просто заполнял эти анкеты где-то в метро прямо на коленке, да, и просто, ну, нужно, нужно поставить, взяли, поставили и все, да, и уже как бы вот. Вот мне кажется, что если такой возможности нет, то, наверное, было бы очень, наверное, полезно подумать, потому что вот это реально перспективно, и это большой, как мне кажется, был бы, а вот и коммерческий прорыв в этом, если можно было бы вот тем же самым оценивать. Ну, да, это несомненно, это, конечно, надо с психологами такую коллаборацию делать, но вот что касается Тувинца, здесь должны сказать, что есть некая специфическая черта национального характера, наверное, связанная с кочевническим образом жизни. Вот даже эти 48 текстов, ну, примерно, плюс еще опросник, это занимало около 40 минут такого времени, если отвечать честно, да, и мы, вот я говорила, что мы отбраковали ряд ответов, мы их отбраковали именно потому, что они были слишком быстро сделаны. То есть мы сначала сами прошли, что вот, да, если это нормально, с такими небольшими паузами подумать, отвечать, ну, где-то 40-50 минут. Если информант отвечает за 20, то уже сразу докладывается подозрение, что здесь что-то не так, поэтому вот эти ответы, они были исключены потом. Ну, а что касается специфики характера национального, вот сами Тувинцы признаются, когда даже я с ними работаю, ну, вот у них этот билингвизм еще какую-то накладывает черту. Крайняя степень уважения – это обращение по родовому имени. Для нас, вот наше родовое имя, восприятие Тувинцев – это отчество. И вот они мне говорят, Владимировна, мы же кочевники, мы же вот не можем долго на одном месте усидеть. Вот 50 минут – это очень сложно, это очень сложно. Надо какие-то перерывы делать. И вот мы, значит, ну, практически, не знаю, с успокаивающей музыкой, с какими-то бонусами и морковкой перед носом, чтобы хотя бы вот удержать внимание в течение этих 50 минут. И вот эту реплику о том, что вот, Владимировна, мы же не можем так долго заниматься одним и тем же, я слышала не раз. Вот, поэтому тут есть вот такая специфическая черта, которая, мне кажется, связана каким-то образом действительно с национальным характером. И, да, тестирование, наверное, нужно проводить, и надо думать над этим. Но вот тот выход, который мы нашли, это пока просто выброс по времени. Если время слишком короткое, значит, априори ответ был у нас некачественным. Ну, и потом, опять же, популяция – это замечательные, очень радушные люди, но на всякого рода психологические тесты идут очень осторожно. Вот это тоже мы на себе испытали, поэтому здесь еще важен фактор, кто предлагает этот тест. Это должен быть туинец, это должен быть человек, скажем, из знатного рода, из такой статусной во внутренней иерархии. Поэтому есть там вот некоторые, но именно специфичные для вот этой когорты, для вот этого сообщества. Но трудности, согласно с вами, нужно преодолевать и идти вперед. И здесь, конечно, предварительно тестирование, несомненно, очень-очень поможет. Замечательно, спасибо. Ну, и тогда я перехожу, может быть, к центральному вопросу по этой части. Мне кажется, вопрос фундаментальный, потому что вот в результате получается, что вы сопоставляете оценки, полученные русскими, да, монолинговыми, с теми, которые вот были получены по тем же текстам билингвами. Но при этом билингва действительно это вот такая, как вы прекрасно рассказали, да, вот кочевые, ну, жители особых, особых районов, которые привыкли к определенному образу, укладу жизни. Да, и здесь вот, наверное, это тоже стоит иметь в виду, да, при этом сравнении. Вот, но первый вопрос, когда я слушала вас, мне возник, во-первых, не означает ли разность оценки вот с чем-то более-более общим, да, даже вот сначала вот именно не особенность образа жизни, да, а вот именно степень владения языка. Вот как вы считаете, все-таки у кочевых народов, которые, ну, я понимаю, что они билингвы, они хорошо понимают нас, то настолько ли они вот хорошо понимают, чтобы как раз оценить вот эти вот все нюансы, да, вот так же полноценно, как в чем-то ущемленные русские, да, монолингвы, у которых только один язык, и поэтому, ну, вот, но зато мы им, наверное, все-таки вынуждены, да, вот, как люди, обладающие меньшим количеством чувств, да, органов чувств, он у нас все-таки, они у нас больше развиваются, да, вот, и, соответственно, у билингов может быть меньше, то есть мне кажется, что вот степень владения языком, да, вот здесь, наверное, вот выходит сюда вот как бы как одна из основных причин и, как бы, может быть, и тех аспектов, которые исследуются. Вот в этом смысле вижу большую перспективу вашего исследования как раз на том, что, потому что вот если это повернуть в сторону владения языком, да, то вы можете выходить здесь вообще на, вот, действительно, на какие угодно новые горизонты, потому что, ну, изучение языка и иностранного, и родного, и русского, как иностранного, да, или как государства языка, это как бы большая-большая перспектива. Вот, но, опять же, вот возвращаясь немножко назад к основному тезису, который вот меня не то что смутил, да, но когда вот мы получаем эти оценки, что мы оцениваем, да, вот реальна ли, реальна ли разность этих восприятий эмоциональности, которые проявляются через степень владения языком, да, второе через как раз иное, иной картиной восприятия мира, о котором вы тоже сказали. Вот, и может быть, вот еще, то есть, ну, просто вот иная картина народа, да, то есть они по-другому это видят, и может быть, им там разговор о зарплате, да, то есть их вообще, ну, скажем так, не колышет, да, потому что, ну, есть зарплата, нет зарплаты, да, главное, чтобы вот, чтобы погода была хорошая, да, чтобы пастбище были, да, ну, я не знаю, я не очень знакома с образом жизни, но мне кажется, что просто вот какие-то вещи могут не так откликаться, не так резонировать, вот, ну, и, конечно, возможно, вот какие-то когнитивные вещи, которые действительно связаны, вот, ну, это скорее вот относится к тому, что к темпу восприятия, да, то есть действительно и физиологически, и когнитивно это может быть, ну, немножко по-другому, да, и тогда вот не уходит ли, то есть как вот с этим разобраться, мне кажется, вот это самая большая проблема, и, наверное, нерешаемая сейчас, вот, ну, что вы сказали? Татьяна Юрьевна, я здесь соглашусь с каждым вашим словом, действительно, здесь на оценку эмоций может влиять и отличие картин мира, и образ жизни, и степень владения языком, поэтому мы ее и измеряли, да, какой язык доминирующий, там, русский-туинский или это сбалансированный билингвизм, но здесь, вот, опять же, мы эту проблему решить не можем, поэтому мы от нее, ну, скажем так, абстрагируемся в том смысле, что нас, опять же, интересовал практический вопрос. Ну, вот, возможно, я покажусь таким, как это сказать-то, круглым практиком или замшелым практиком, Ну, мне кажется, что этого очень многим ученым не хватает, поэтому... Ну, вот, запрос был от правительства Красноярского края и от правительства ТВ о том, что именно для, ну, ситуации, скажем, социальной, как бы это сказать, растерянности, да, когда эмоциональные тексты социальных сетей оказывают, ну, воздействие, да, на наше мироощущение, на наше миростроение и так далее, вот одинаково ли будут восприниматься тексты на русском языке монолинговыми и билинговыми? Вопрос, почему, это очень глубокий вопрос, и, несомненно, тут надо бы прям междисциплинарную команду и продумывать глубоко и стыдно, но мы пока, как тут, Карлит, в несенных ветрах сказали, что мы подумаем об этом завтра, нам пока интересен сам факт, есть ли эти отличия или нет этих отличий. Конечно, они, несомненно, связаны с уровнем владения языком, потому что, несмотря на прекрасное говорение, практически без ошибок, но вот эта вот внутренняя форма, да, коннотативное слово, очевидно, они другие, очевидно, они другая конфигурация ниже до монолинговых, и, как вы правильно сказали, ситуации релевантные из окружающего мира, которые могут спровоцировать эмоции, могут быть триггерами эмоций, они тоже, очевидно, отличаются. Но пока мы ограничились ответом на вопрос, есть ли различия или нет различий. Вот если окажется, действительно, когда мы закончим, что эти различия есть, вот конечный продукт, который от нас пока требует, ну, это некие такие рекомендации, на какие эмоции, скажем, обратить внимание, каким подходить с осторожностью при написании текстов. То есть вот, если, например, мы видим, что тувинцы воспринимают, вот пока, по нашим данным, ну, вот более, может быть, ярко, более эмоционально эти тексты, нежели монолингвы, то тогда, может быть, там, какой-то текст из подслушанного, его, вот примерно такого уровня эмоциональности, его нельзя помещать в социальную, там, сеть или в фабрик, или в группу, адресованную вот таким билингвом, а его нужно какую-то предобработку, так скажем, да, сделать для того, чтобы не провоцировать какого-то зашкального эмоционального эффекта. Пока вот задача выглядит вот так, она сугубо практическая, и, конечно, из нее можно и нужно вытаскивать вот эти вот глубокие вещи. И здесь совершенно с вами соглашусь, что здесь вот очень много всего. Ну, пока она вот решается в таком, хотя бы установить, есть или нет. Случительно, очень интересно. Ну, наверное, на этом я все-таки остановлюсь, хотя у меня есть еще что спросить, я думаю, что это мы потом уже в частном порядке пообщаемся. Большое спасибо, Андрей Юрьевич, что предоставили мне такую возможность. Татьяна Юрьевна, большое спасибо за очень интересные вопросы и бурную дискуссию. У меня в продолжение, наверное, будет вопрос, потому что меня очень впечатлило наблюдение, экспериментальное по сути, о том, что эмпатия оказывается вредна для статистического анализа. То есть в этом есть что-то такое правильное, и мы можем это ощутить, но, с другой стороны, кажется, что это должно быть не так. И возникает вот какой вопрос. А вы пробовали увидеть некоторые свойства в самих текстах, которые можно... Вот я так понял, что по хэштегам у вас есть атрибутивные представления о том, как их в этих эмоциональных 3D-моделях построить. А можем ли мы уже в тексте увидеть эмоции? Я вот полностью поддерживаю идею, что надо ориентироваться на рецепцию. У меня был достаточно давно, но такой интересный опыт. Вот мы пытались сделать интент-анализ на основе жалоб рабочих дореволюционных еще. Ну и если говорить об эмоциях, то там просто все подсорились, потому что все считали, что совершенно разные в этих документах. И, в общем, это дело дальше особо сильно не пошло. Но это интересно, потому что здесь восприятие действительно играет очень важную роль. Можно ли как-то сами тексты оценить? И здесь сразу возникают какие-то сложные ситуации, например, когда это, не знаю, ирония или сарказм, который выдается за горе или, наоборот, радость и так далее. Есть ли какие-то такого рода наблюдения? Спасибо за вопрос. Что касается эмпатии, наверное, вот эти эмпатичные ваши информанты, они показывали высокий разброс оценок, то есть на шкалах выбирали какие-то максимальные вещи практически на всех текстах. То есть вот их оценки были выше по всей совокупности текстов. И поэтому здесь, наверное, чисто по наблюдениям, наверное, это должны быть тексты, в которых речь идет об одиночестве. Вот, например, кстати, когда просматриваешь данные, женские информанты женщины, они всегда реагируют немножко так более эмпатично на истории женского одиночества, какие-то вот такие вещи. Возможно, выделить, я думаю, что эти тексты, если, по крайней мере, тематики, которые наиболее сензитивные, такие для эмпатичных людей. Ну, мы обсуждали эту тему про эмпатию в свое время в рамках семинара Тартурской семиотической школы и по биосемиотике с Калерой Кулом. И у него такая версия была, что вообще следует выделять четвертый тип знаков наряду с индексами, иконами и символами, еще и эмоной. Он потом опубликал статью в 19-м году про знаки эмоны. И там показывает, по-моему, это был журнал, вот его журнал «Байосемиотикс», если я не понимаю, ну, 19-й год точно. И он там доказывает, что вот доступ к слову у эмпатичных людей, его интерпретация семиотическая, она вообще другая, нежели у людей неэмпатичных. Там, например, и потом мы развивали эту идею, мы в прошлом году опубликовали тоже в этом журнале «Байосемиотикс» статью, вот как раз этими данными по эмпатии, и долго обсуждали вот и эту статью, и тематику с калами. И, в общем, мы там пытались показать, что, скажем, в текстах, где, ну, вот, скажем, она заплакала. Для неэмпатичного коммуниканта он может интерпретировать это как индекс, ну, типа, как изображение, то есть указание на плач, как указание на испытываемую эмоцию. Или, скажем, интерпретировать как символ, ну, мол, да, вот слово с определенным значением, там вот есть у него определенный сигнификат. А эмпатичный коммуникант, он будет это примерять на себя, и вот, возможно, там активизировать зеркальные нейроны, и он будет как бы чувствовать это, он сам будет внутри, как бы у него будут задействованы те же зоны головного мозга, которые бы отвечали за плач, те же моторные команды, которые бы отвечали за плач. И поэтому он будет интерпретировать это как, вот, собственно, как через себя, что он это чувствует, но будет другой способ интерпретации этого знака. Ну, в общем, такая у нас была дискуссия насчет эмпатичности и эммону. Вот, поэтому, ну, а типы темы и свойства эмпатичных знаков, я думаю, да, что это очень интересная идея. Их можно выделить, их можно специфицировать и описать, в принципе. Спасибо. Ну да, я просто начинаю, если даже размышлять с точки зрения данных, то мы понимаем, что в сообщении в соцсетях бывает еще, когда маркируют как-то эмпатиконом, да, что там улыбка, грусть, радость, да, и это становится как бы дополнительно еще. Вот как раз тем, о чем Татьяна Юрьевна говорит, когда в процессе порождения есть какая-то оценка, она может быть постфактом изменится, да, и человек, который считал это сообщение грустным, потом посчитает, что все изменится. Но это традиционно, да, это примерно так же, как историки очень активно всегда разделяют дневниковую запись и воспоминания, да, потому что то, что написано сразу, да, оно часто отличается от тех, которые потом возникают, да, и здесь у меня вопрос про распределение как раз этих оценок. А можно ли выделить как раз две группы? То есть, что есть те, кто радикально оценивают, и те, кто вот около нуля. Да, или все-таки распределение будет не таким строгим? Да, распределение будет, но оно будет не таким строгим. Мы выделили четыре группы, значит, безотносительно компатии, ну, в общем, четыре стратегии, да, вот группа информантов, которые поставят, например, в одном случае очень радикальную оценку, в трех других такую более или менее сдержанную. Есть те, которые поставят везде, во всех четырех шкалах, сдержанные эмоции, ну, чуть-чуть влево, чуть-чуть вправо от нуля. Есть те, кто выберет две, мы назвали это стратегией двух вершин, то есть выбирают две главные эмоции, остальные заставляют, например, по нулям. И вот четвертую, не знаю, четвертую я, наверное, сейчас не вспомню, но, в общем, можно выделить таких вот информантов, и при том они придерживаются этих стратегий практически во всей оценке. Это практически перманентная их характеристика. Ну, то есть есть некоторая устойчивость и эмоциональная оценка, да, получается? Да, да. Очень интересно. Вы в завершении говорили, что анализатор в итоге эмоциональный будет существенно зависеть от таргет-группы. Сразу, конечно, говоря о коммерциализации больших проектов, возникает вопрос, а можно ли сделать такой прям универсальный, и сразу, и чтобы все было понятно. Ну, вы понимаете идею, да? То есть мне интересно, в какой степени действительно это всегда должно быть так заточено под конкретную задачу. Да, на что есть универсального в этой задаче, а что зависит от конкретной культуры, людей, региона. Ну, это очень общий вопрос, я понимаю, но смысл в том, именно как мы инструментально на это смотрим, что нам кажется важным для того, чтобы это действительно работало для конкретной задачи. Ну, дело в том, что здесь еще зависит не только же от нашего исследовательского подхода и как мы понимаем эту проблему. Мы ее видим очень нюансированно, и это понятно, но надо сказать, что в рамках нашей команды нам потребовалось несколько лет для того, чтобы это наш не первый проект, мы начинали там других проектов, чтобы найти общий язык с нашими капитанами компьютерного корабля, скажем так. То есть у них очень простой такой подход. Вот есть данные, вот мы загружаем, вот мы обучаем, вот у нас результат. Когда мы начинаем копаться в нюансах, ну, вот мне очень понравилось свое время, Инна Александровна сказала на семинаре фразу, что когда лингвисты уходят, точность повышается. Вот ровно эту фразу мы слышим с определенной регулярностью, что как только мы со своими нюансами отстаем от них, то специалисты по машинному обучению легко решают задачу, им кажется, что все классно решено, тут классификация есть, проценты есть, а мы начинаем нудеть. Ну, как же есть? А вот посмотрите, тут вот так, а тут вот так, а вот это может нудеть, и вот это нудеть. Короче говоря, нам потребовались годы для того, чтобы притереться друг к другу и начать как-то вместе в одном, так сказать, ключе думать и работать. Поэтому алгоритмы машинного обучения, они очень чувствительны к данным. Даже если вот мы обучили этот анализатор на текстах социальных сетей, если мы туда забросим, предположим, не тексты из фабрика ВКонтакте, а забросим, например, Википедию, то точность классификации снизится. Не кардинально, но снизится. Если мы забросим туда тексты из... Вот у нас был такой опыт, мы анализировали, тоже первый опыт был эмоционального анализа, письмовник, значит, роман-письмовник, там тоже короткие истории, да, ну, имитация дневниковых записей. Если мы забросим туда эти записи, то точность и полнота классификации еще снизится. То есть он чувствителен вот ко всем этим тонким жанровым паттернам, к степени работы с художественным словом, насколько это там спонтанно, не спонтанно. Короче говоря, на каких данных обучишь, тот результат и получишь. Поэтому говорить об универсальности, я, наверное, сейчас даже затрудняюсь, потому что это очень-очень чувствительно, не только к разметке, кто разметит, потому что машина обучается на размеченных данных, кто разметил, на том мы обучились. Тут возникает первое на… Да, первое даже возникает на отборе данных, какие мы данные отобрали. Второй челлендж возникает, какие у нас будут асессоры, как они оценят. И третий, как у нас будут работать машины, какие там алгоритмы. То есть мы когда пробовали разные-разные алгоритмы, у нас там получалось, что, ну, там, не знаю, буквально на 40% могла отличаться точность классификации в зависимости от того, какой алгоритм машинного обучения брать и какую векторизацию слов использовать. В общем, тут много этапов, которые могут повлиять на получаемые результаты. И поэтому, наверное, сейчас я не смогу ответить на вопрос об универсальности. Наверняка в нашем поведении в Homo sapiens есть какие-то эмоциональные паттерны универсальные, но пока, наверное, я не могу их эксплицировать. Думаю, что это задача для будущего, для больших команд. Очень амбициозная задача. Да, очень. Универсальная. И в связи с этим вопрос, а как вы для себя определяете, наверное, экспериментально свойства интернет-текста? Вы несколько раз как раз говорили о том, что важно, чтобы это был интернет-текст. То есть это должна быть особый речевой акт или важен его объем. То есть что для вас ключевое в свойствах, для того, чтобы анализировать именно интернет-текста? У нас был такой опус. Мы сравнивали, когда мы искали, например, под корпус нейтральных текстов, откуда нам взять нейтральные тексты в интернете. У нас первая была мысль взять Википедию. И с другой стороны, во время разметки, хотя на вход разметчикам подавали только эмоциональные тексты, но ряд текстов разметчики оценили как нейтральные, то есть везде поставили по нулям. И вот мы и стали сравнивать. Получилось, что, в общем, Википедия, хотя и вроде бы как интернет-текст по своей, вот физической в природе, публикации, но на самом деле от социальных сетей отличается. Отличается многими факторами. Например, в социальных сетях довольно много дейктиков. Ну, типа здесь, там, сейчас и так далее. Велика частотность местоимения «я», в то время как, соответственно, в Википедии, например, будет он, она, они, в социальных сетях доминирует активный залог на пассивную. Пассивного практически нет, потому что речь идет о действиях, о чувствах, которые вот я здесь сейчас совершаю. В, скажем, в Википедийных текстах будет все-таки большая доля пассивного залога. И ему было дано имя такое, то он был реконструирован тогда-то и так далее. Что еще? Еще, конечно же, оценочные разные вещи, оценочные прилагательные, сниженная лексика, непременно, вот как показывает наша работа, непременный атрибут социальных сетей, то есть это маркированность оценочных лексических единиц, начиная от прилагательных, заканчивая глаголами. Что еще? Много наречий, места и времени. Они составляют прям такой крупный пласт, в отличие от других текстов, даже от того же письмовника. Хотя вроде бы письмовник там тоже, хроноток достаточно важную роль играет, но по сравнению с письмовником все равно больше. Ну вот, пока вот то, что приходит на ум из опыта, это какие-нибудь, какие-нибудь. Спасибо большое, коллеги. Есть ли еще вопросы? Комментарии, высказывания по докладу? Анастасия Владимировна, большое вам спасибо за прекрасный доклад и за интереснейшее обсуждение. Мне кажется, что все мы теперь с гораздо большим вниманием будем относиться к своим эмоциям и будем всегда думать, какие эмоции вызывают наши интернет-тексты. что это не плоская, а трехмерная реальность. И надо сказать, что не всегда, мне кажется, угадаешь, как тебя воспримут, даже если ты продумал заранее, что ты хочешь сказать. Спасибо большое. И удачи вашим интереснейшим исследованиям. Татьяна Юрьевна, большое спасибо за вопросы и за реплики, и за участие. Всем, коллеги, большое спасибо и до новых встреч на цифровой среде. Спасибо большое, коллеги. Всего доброго. До свидания. Татьяна Юрьевна, спасибо. Большое спасибо. Удачи. Пока.